Всем здравствуйте! Сегодня у нас на канале будет история. Сейчас я письмо зачитаю моей подписчице. Буду где-то останавливаться, давать комментарии, отвечать на какие-то там, да, вопросы. Ну и, в общем, мы ждем ваших комментариев вместе с ней, чтобы вы тоже давали какие-то дельные советы, что вы думаете по этому поводу. Если вам нравятся подобные видео, ставьте лайк, подписывайтесь и распространяйте видео в соцсетях. Итак, смотрю ваш канал давно, проходила ваш марафон, который помог мне разобраться в том, почему я выбираю холодных мужчин, которым я доказывала, что достойна их любви. Мне очень приятно, что вы что-то для себя взяли, все-таки не зря, да, был марафон. О себе. Я тревожна тепличности, над этим работаю, не уверена в себе, не в ротик, как я считаю. Диагноз мне, конечно же, никто не ставил. Также работаю над этим. Ловлю себя на том, что люблю идеализировать людей и отношения. Моя история с русским мужчиной, что не очень подходит под формат вашего канала, но, возможно, вы все же разберете мою историю. Мы познакомились с Ваней на моей работе в конце октября или ноября. Он пришел к нам работать мастером. Я работаю в офисе уже больше 10 лет. Он мне понравился сразу, очень часто чувствовал его взгляд на себя. У него тяжелый взгляд моментов, он просто пярился на меня. Сразу пошли слухи, что он женат, и мой интерес сразу же, конечно же, поугас. На работе видимся нечасто, приезжают мастера несколько раз в неделю, и то на час примерно. В конце декабря был новогодний корпоратив. Там он пригласил меня на танец, заговорил со мной, сказал, что влюбился в мою улыбку, и что он в разводе с весны этого года. Решение о разводе приняли они обоюдно, развелись без скандала. Есть дочь, которую он финансово обеспечивает, старается с ней видеться, хотя она живет в другом городе. После корпоратива всех звал к себе, чтобы продолжить. Я отказалась, уехала домой. Ночью прислал смс с поцелуйчиком. Я написала спокойной ночи, и до 7 января он не писал. 7 января он написал, и мы начали созваниваться, общаться по смс. На работе не разговаривали. Так прошел месяц. На свидание он не звал, хотя писал, что нравлюсь. Присылал смайлики, сердечками, поцелуйчики. А я уже начала уставать от такого формата общения, и сама сказала, не пора ли нам встретиться, или не пора ли пригласить меня на свидание. Итак, 12 февраля он пригласил меня, и после этого все закрутилось. Мы уже не могли расстаться. Здесь я остановлюсь, смотрите. Здесь я никогда не смотрю однобокой. Ой, девушка, кто-то что-то должен в отношениях, не должен. Вы не должны были его приглашать, не надо было писать. Кто-то там такое сейчас напишет. Дело не в этом. Вы видели, что человек тянет. Вы говорите, я невротик. Вы вот на эту тему клюнули. То есть вам не хватало эмоциональных качелей, вся история затягивалась, не было такого развития. Поэтому вы пошли в некий вабанк, короче, и инициативу проявили. Но на это надо было обратить внимание, почему он что-то тянет. То есть, скорее всего, где-то что-то тут у нас не то, уже какая-то загвосточка была. И, знаете, не надо было ускорять события. Если мы берем про здоровый вариант отношений, надо было ничего не тянуть. А наоборот, перестать общаться и посмотреть, он вообще появится или нет. Насколько у него есть интерес. А не форсировать события. Ну, в общем, дальше давайте. Я познакомила его со своим сыном. 15 лет. Мы проводили много времени вместе. Я оставалась у него с ночевкой. Он у меня. Ухаживал очень красиво. Цветы и подарки. Был очень внимателен. В марте он предложил жить вместе у него. И решили, что в июне после учебного года мы переедем. Он начал готовить комнату для сына. Сделал ремонт. Начал обставлять комнату мебелью. Даже для моей кошки купил домик. И хотел делать дверки для кошки в своих дверях. Заводил разговоры о детях. Восклицательный знак. Уже в марте сказал, что он меня любит. У меня дома помог починить мебель. Починить люстру. Короче говоря, он был просто идеальный мужчина. Из моего списка идеального мужчины. Мы втроем с сыном смотрели фильмы. Ездили отдыхать. В музеи. Я познакомила его со своей сестрой и зятем. Родителей у меня нет. Они умерли. Он сказал, что хочет познакомить меня со своими родителями и дочерью. Только меня с собой почему-то не брал. Объясняет это тем, что он боится ее ранить. И со временем он ей все расскажет. А потом познакомит. В конце мая мы собрались в путешествие втроем. И по пути познакомились. И познакомиться с его родителями. А по приезду мы переедем к нему. Но уже в мае начались небольшие ссоры. И по пути к его родителям вышел неприятный разговор. Я сказала, что годами жить с ним без регистрации отношений я не буду. Как и для меня брак имеет значение. Ему это не понравилось. Он сказал, что о втором браке даже и не думал. И не очень-то ему второй раз хотелось бы узаканивать отношения. В мае уже, что любит, почти не говорил. И о детях вообще говорить перестал. С родителями знакомство прошло хорошо. А вот поездка оказалась для меня просто кошмаром. Были ли за эти месяцы звоночки? Да, были. Примерно с мая месяца. Он начал сбрасывать или говорить грубо перезвоню. Перезванивал через два часа. Может тут нет ничего такого. Он же работает. Но мог бы сказать спокойно. Тем более работа у него не такая, которая он не может оторваться. Было такое, что он писал. Я выезжаю. Ко мне ехать 40 минут на машине. Но через час, полтора, два его нет. Я начинаю переживать. Звоню. Он сбрасывает. Он объяснял это тем, что заехал по пути по работе. Но можно же было предупредить. Когда я ему это говорила, он очень пристально смотрел на меня. Как-то странно. Как будто нащупывал границы. Возможно, мне это только казалось. Он писал моей коллеге по работе. До того, как мы начали с ним общаться, она его проигнорировала. Настоящий звоночек пришел, когда он поехал в гости к дочери. Ночью он должен был оставаться у родителей. На следующий день поехать к дочке, а вечером домой. Но приехал к родителям. Всю ночь пил с друзьями. А только к вечеру поехал к дочери. Не звонил. А только с 10 вечера написал, что он останется с ночевкой у дочери. У них одна комнатная квартира. То есть он будет ночевать с бывшей женой в одной комнате. Мы это как-то обговаривали. Я говорила, что такое я не приемлю. И я начала звонить. Он сбрасывал смс. Написал, что он не будет разговаривать со мной по телефону при дочери, чтобы ее не ранить. Классно прикрылся. Молодец. Также оказалось, что во время того, как он со мной переписывался, у него были отношения с женщиной 5-6 месяцев. В тот же период он с ней не хотел встречаться. Она ему очень нравилась. Она сама проявляла инициативу и навязывалась. Вот поэтому он тянулся свиданием со мной, так как хотел поставить точку в их отношениях и расстаться с ней по смс. За 2 недели до поездки он сказал, что переезд лучше отложить, так как он не всю мебель еще купил. Нужен шкаф и письменный стол. А еще про жену. Перед тем, как они решили развестись, он поставил прослушку в комнате. Я такая, оп, сразу, да? Интересный разговор. И услышал, как она рассказывает сестре и матери, что так она больше не может, что он ее изводит и у нее депрессия. Интересненькая характеристика про него. По его словам, его это сильно оскорбило, потому что он только пытался помочь своими способами ей похудеть. В поездке он держался особняком, все время был недоволен. В тот день, когда с нами мой сын не пошел гулять, его добродушие вернулось. Я начала понимать, что такое поведение из-за моего ребенка. Одно утро он вообще не разговаривал сквозь зубы, говорил, что все нормально, опять был в телефоне, игнорируя меня полностью. Потом повел меня, довел меня до слез. Интересненько уже. Мне очень не нравится, что на такие моменты я остро реагирую. Так, короче, тут очень много написано. Давайте я немножко свежу. Сама ссора. Все очень глупо произошло. Он набрал меня, я шла с работы. Говорю, сейчас приеду домой, перезвоню через 30 минут, так как неудобно было говорить. Пришла, звоню, занята, через час занята. Позвонила сестре, он перезванивает, заканчиваю разговор и не более чем через 2 минуты перезваниваю. У него опять занята, пишу смс, он перезванивает и грубо говорит, что надо. Говорю, ничего, он бросает трубку. Может, я спровоцировала все это, но я ему отправляю голосом, потому что мне такое отношение не нравится. Пишет, так не терпи, пишу, не буду. Мои слезы выводили его из себя. В час ночи мне начинают приходить голосовые смс. Это длилось до 4 утра. В течение этого он пил. На смс я не отвечала, просто слушаю. Он рассказывал, что он хороший, оправдывал измены своей жене. Говорил, что он должен содержать свою будущую жену. И я не должна работать. Рассказал, как он сам сделал из себя мужчину. Что он мужчина. Говорил, что жена была неряхая. Маме он в детстве тоже выговаривал, что она плохая хозяйка. О, сейчас знакомая такое. Ставил в пример маме тетю, у которой все было по полочкам. У него тоже всегда все чисто, беспорядка. Он не любил. Дочь тоже не следит за гигиеной. Он выговаривает это все своей бывшей жене. Потом понеслось, что у него мать тиран, агрессор. У него ее характер. А потом говорит уже в 3 ночи. Теперь поговорим о нас. Сын у меня вырастет никем. Будет сидеть на моей шее. И вообще он похож на гея. И будут его разные мужики. Такого бы сына он себе не хотел. И когда я сказала хватит, он напоследок написал, и вообще у тебя вонючая кошка. И мне она не нравится. Я была в шоке. Извините, что смеюсь. Я понимаю, что у вас другие чувства. Но я расскажу, почему я смеюсь. Это чистая классика. Я была в шоке. На следующий день мне на работу, не знаю, как собраться. Он так и не позвонил и не извинился. На работу не выходил неделю. Две недели мы не общались. И тут у меня накрыл мой невротик. Мне же надо выяснить, почему так произошло. Я позвонила сама. Он был опять выпивший. Извинился. Договорились встретиться. И все обговорить. Написывать начала я. Встретились. Он позвал к себе. Я приехала. После этого мы общались две недели. Он перестал уделять внимание. Времени нет на меня. Якобы работая. Если хочу, могу приехать. Очень сильно обижался, что на работе. Я сказала, что мы расстались всем. Я говорю, что мне... Что мне делать? Ты не появлялся у меня. И меня стали спрашивать, где ты. Также переживал, что я могла рассказать причину ссоры. О нем в будущем. Что-то плохое коллективу. Временами становился заботливым как раньше. А потом опять отталкивал. Не хочу все описывать. Но за две недели я стала очень тревожная. Все мои мысли были только о нем. Очередной раз, как он меня оттолкнул. Бросил трубку. Я поняла, что это не для меня. Все это... Я таких отношений не хочу. Я сухо стала отвечать на смс. Он перестал писать. Фразы, которые он мне говорил в момент оттаивания. Когда ты рядом, все хорошо. Хочу быть с тобой. А когда тебя нет в отношениях к тебе, меня... К тебе меняется. Хочу позвонить или написать, но специально это не делаю. Не знаю почему. Потому что ругаюсь. В общем, короче, мои вопросы. Я до сих пор не могу понять, как это произошло. Не могу понять, как я за такой короткий срок стала от него эмоционально зависима. Почему я так строго, остро реагировала на все ссоры. Как мне вести себя с ним на работе. Работа мне нравится. Уходить с нее не хочу. Как справиться со страхом, что все это может повториться в новых отношениях. Первое. Справиться со страхом. В психологии, чтобы мы справились со страхом, мы его называем. Мы смотрим, что к этому привело. Вы четко написали. Звоночки были. Я на них не обращала внимания. Чтобы это не повторилось в новых отношениях, обращайте в новых отношениях внимание. Навайте звоночки и предупреждения. И не закрывайте на них глаза. Все очень просто, на самом деле. Это реально в ваших руках, если вы этого захотите. Главное, ваше желание. А если вы не в роте, который любит эмоциональные качели и любит пострадать, то вы, естественно, не будете замечать эти звоночки. Они для вас вообще ничего не будут значить. И вы будете снова наступать на эти грабли, в такие же отношения попадать. То есть, это уже ваш выбор. По поводу работы. Конечно, вы не должны никуда уходить. Это ваша работа. Вам там платят деньги. Зачем мы ходим на работу? Получать деньги. Чувствовать свою реализацию, что я что-то делаю. У меня есть какой-то рост, например. Чувствовать себя приверженцем чего-то. Какой-то команды, например. Общение туда у нас входит. Не знаю, проекты какие-то. И все такое прочее. Рост какой-то личностный. То есть, мы ходим зарабатывать деньги, чтобы жить в социуме, свои потребности оплачивать. Второе, для общения в коллектив реализацию, в общем, коннекта какого-то. И третье, это личностный рост, реализация себя в профессиональной деятельности. Чтобы у меня был какой-то рост. Все, три пункта. Все остальное, это не про работу. Это наши уже какие-то желания, эмоции, наши какие-то, как сказать, слово забыла по-русски, знаете. Ну, компенсации, короче говоря. Это не самое важное. Вот на работу ходит за тремя вот этими пунктами. Он в эти три пункта не входит. Если ему некомфортно с вами общаться, там, в глаза смотреть, это его проблемы. Знаете, что он боится сейчас от вас? Того, что вы будете про него говорить плохо, распускать слухи, как-то его ругать. В общественном мнении на работе, в коллективе о нем будет плохо думать. Потому что уму очень важно, чтобы о нем думали очень хорошо. Это у него пунктик такой есть. Дальше, какой у вас еще вопрос был? Как мне вести себя с ним на работе? Как с остальными сотрудниками? Здравствуйте. Если вы общаетесь все на вы, общаемся с ним на вы. Если вы говорите на ты, на ты, ну, по имени, отчеству, например, да, как у вас принято в коллективе. Перечеркните, закройте страницу и сделайте вид, что ничего вообще не было. Но вы с ним общаетесь как с бывшим сотрудником. То есть как раньше, то есть до этого, как был сотрудником, так он им и остался. Как со всеми, ни больше и ни меньше, делаем вид, что ничего вообще не было. Неправильно, некрасиво будет что-то про нему кому-то рассказывать, распускать сплетни, это будет выглядеть, делиться какими-то личными подробностями. Расстались и все, не сошлись характерами. Не вдаваться ни в какие подробности, ни с кем это не обсуждать. Вам потом, что само это боком выйдет. Сегодня он есть, завтра его нет. И, например, просто если открывать рот что-то личное, кому-то даже по секретику, какой-то доверительной подружке на работе что-то говорить, это в любом случае будете вы плохо выглядеть, как сплетница, как человек, которому нельзя доверить. И этот человек, которому вы рассказываете, всегда поймёт, о, про меня, где-то она тоже что-то может когда-то рассказать. Доверять ей, наверное, не надо. То есть просто никак не обсуждаем нейтрально, максимально, никак. Так, следующее, вообще вычеркните его из своей жизни, пожалуйста. Для вас этот человек крайне опасен. Он не до конца здоров. Я диагнозов, конечно, не ставлю, я не психиатр. Я вам точно могу сказать, что у человека есть определённые проблемы, трудности. То, что вы о нём говорили характеристику, там уже вообще ни один мотив насматривается. Проблемные абьюзивные отношения с родителями, с мамой. Претензия к женщине. Такая личность, знаете, странненькая, назовём так. У него какое-то обсессивное застревание на чистоте. С нервишками проблемы, назовём так. С тревожностью проблемы, с агрессией. Это характеристики, которые вы называли. Если вы говорите о психологии, там читаю, погуглите, пожалуйста, набор этих качеств. Вы выйдете на определение. Один, как бы, такую формулу. Я не буду просто это озвучивать, я диагноза не даю. Но вот то, как вы его описали в письме, это уже характеристика. И он всегда будет таким. И он гнобил свою жену. И он пытался её переделать. Он гнобит свою дочь. Он вообще гнобит всех женщин. У него есть с этим определённые проблемы. Поэтому очень быстро он пытался быть для вас идеальным с картинки. С вашего списка идеального мужчины. И очень крайне быстро пытался вам дать картинку, что с ним можно, с ним надёжно. Вот вам тебе мебель покупаю, переезжаем, люблю, куплю и всё вот это прочее. Для того, чтобы вы не успели его раскусить, понять. И он на вас всегда навешивает чувство вины. Чувство вины и стыда. Чувство вины и чувство стыда у манипуляторов это два, самые распространённые, самые два важных. Они чаще всего повторяющиеся. Два чувства, через которые происходит давление на личность. У вас чувство стыда отчасти. Вины я там не слышала, но больше стыда. Я сейчас даже это прочитаю. Я до сих пор не могу понять, как это произошло. Не могу понять, как я за такой короткий срок стала от него эмоционально зависима. И почему я так остро реагировала на все ссоры? Вот это острое реагирование, это мой стыд за это? Или чувство вины за то, что я остро реагирую? Вы реагируете остро, потому что вас доводят. Делают так, чтобы вы остро отреагировали. Он раскачивает вас эмоционально. А потом вас винит или стыдит за это? Подберите, как говорится, правильный вариант, какой вы считаете. И это схема эмоциональных качелей. Для вас, как для невротика, это очень манка. То есть я вообще говорю к тому, что если вы считаете, что вы невротик, вот мы говорили там про диагнозы, да? Если вы считаете, что вы невротик, для вас такой партнер категорически противопоказан. Вы для этого человека, такого тирана начинающегося, он просто еще до конца себя только начал раскрываться, а вы сразу говорить начали, мне это не нравится, мне это не подходит. Он такой оп-оп-оп, начал заднюю сразу давать. Кстати, он еще с зависимостью, пьющий себя, не принимающий, в депрессии. И там целый клубок, короче говоря, проблем. Ни разу вообще не из картинки вашего, скажем так, идеального мужчины. Для вас он очень опасен. Потому что если вы невротик, вы для него вообще идеальная жертва, которая пойдет на эмоциональные качели, про люблю-не люблю, отдалять, приближать, страдания, про чувство вины или чувство стыда, которыми вам можно управлять. Вы уже на них подсели. Вы у меня уже спрашиваете. А что это? Я так реагировала. Реагировали? Потому что эмоции были. А эмоции на эти эмоции он вас выводил. Уйдет он из вашей жизни, перестанет с ним быть общение. У вас это чувство пройдет. Вы ничего реагировать не будете. Это просто классный провокатор, манипулятор. Там целая комба у него замечательная идет. Опасный мужчина. Я вообще, девочки, вот это послушав все, это ко всем относится, к любой национальности, любой стране. Это все не имеет границ территориальных между стран или особенностей менталитета. Это у всех все бывает, в любых странах абсолютно. Пожалуйста, то, что вы послушали вот такие проявления мужчины, обращайте на это внимание. Вот вам яркий классический пример. У человека психиатрическая история есть. Не очень до конца это уравновешенный, назовем так, психический человек. Пожалуйста, посмотрите на своих партнеров. Не соглашайтесь с этим. Всегда самое верное решение отношения подобные прервать, закончить. Вообще любые отношения, в которых вам плохо, вас обижают, вас не любят, вас критикуют, над вами издеваются, вам делают эмоциональные качели, вами манипулируют. Это все для вас, а знаком минус. Это терпеть не нужно. Не надо идти ни на какие жертвы. Все, любые отношения, где вам плохо в любой форме, для вас это плохо. Вам эти отношения не нужны. Вы можете для вас это показать и смело такие отношения заканчивать, и неважно в каком вы возрасте. Все, где вы страдаете, мучаетесь, это все не окей. Это все не про счастье и удовлетворенность жизнью. Вот просто запомните. Сомнения какие-то есть. Не можете решить проблему эту с партнером, объяснив, поговорить, нет решения. Расставайтесь, не тяните, не терпите. Не надо в это ввязываться. Потом расхлебывать просто. Рано или поздно всегда вы начнете это расхлебывать. Нельзя всю жизнь терпеть, мучиться и страдать. Вы либо потом на себя руки наложите от своей несчастной жизни, настолько себя возненавидите, свою жизнь. Либо вы потом все равно решите уходить или разводиться. Мириться просто с этим всегда нельзя будет. И вам рано или поздно придется все это разгребать. Так вот, чтобы меньше разгребать, начните разгребать сейчас. Не идите на такие компромиссы, не ущемляйте себя в отношениях. То есть вы идите на компромиссы с партнером, когда можно договориться. А если какой-то компромиссы в одни ворота, то есть ты как бы в ущербе, а у него все хорошо в отношениях, это не компромисс вообще, это ущерб вас в отношениях ущемления. Вот, пожалуйста, на это не соглашайтесь. Здесь в письме конкретный пример. Как человек это услышал, не стал соглашаться, отношения закончились. И слава богу вам схожу. Вообще с ним не общайтесь. Делайте вид, что вы вообще с ним не были никогда знакомы. Вам эта история не надо. Ну зачем вам выпивающий мужик с какими-то претензиями к женщинам, с бзиком на чистоту, нездоровым абсолютно, с претензиями еще и агрессивный такой, с наездами, пропадающий, избегающий, скорее всего, этих личностей. Вам нафиг оно надо вообще вот этих проблемки? Вам своих как бы мало, что ли? Соответственно, вообще расслабьтесь. Знаете, вот в этом, видите, позитив. Меня отвело. Он не то, что тот идеальный я потеряла, как сейчас другого такого найду. Нет, он оказался не идеальным, кошмарным. Меня, слава богу, отвело. Фух, выдыхаем спокойно, все будет хорошо. Вот как вы себя сейчас должны чувствовать. Надеюсь, видео было для вас полезным. Распространяйте в соцсетях, делитесь, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Были ли в подобных каких-то похожих отношениях? Очень интересно. В инфобоксе под видео моя почта. Кому нужна моя психологическая консультация, индивидуальная в теме письма, напишите консультацию. Я вам пришлю условия. Если вы хотите также для разбора видео, публичном, анонимно при этом, получить разбор своей истории, ответ какой-то, пишите просто тема письма, история от анонима. Я ее разберу на канале. Спасибо за внимание. Всем пока.